Вот Андрей Владимирович, который вам скидывает все, всякие советы, научил нас делать еще вот такую рыбу. Водил нас на рынок и мы купили вот такие бруски. Это пикша. Очень недорогая рыба. Да, котик, конечно, волнуется. Котик, конечно, хочется быть в кадре и при рыбе. Вот с этой стороны заходи, я могу здесь тебя показать. Мы ее нарезали вот такими стейками, или как это назвать, такими брусочками. Положили в сковородочку. Теперь я еще нарезаю лук мелко, для того, чтобы добавить в эту рыбку вот такой нарезка лука. Я не профессионал уж, вы меня извините. Как получится, так и получится. Но получается достаточно мелко, как я вижу. Вот так. Лучок. Этот лучок тоже кладем сюда вот сверху. Так вот, накрашиваем его. А, да, вот желтый там хмели-сунели. Научил он нас использовать хмели-сунели. Что-то у нас они долго лежали. Купили вот такие. И теперь я еще, значит, нарезаю чесночок. Тоже такими вот дольками. Потому что надо, чтобы он остался в таких дольках. Я четыре щепоточки. Вот мы щепотки все время, значит, солю. Соли туда положил. Накидал чесночка. И теперь у нас есть молоко. Теперь мы это все заливаем молоком. Поближе, да? Давай сюда. Вот сюда поближе. Вот сюда. Заливаем молоком. Черпаем вот таким. Половничка. Заливаем не до покрытия. Вот прямо вот как-то так надо оставить, чтобы сверху из этой выходило молоко из рыбы. Вот. И все это ставим тушиться. У нас печка, вы знаете. Тюри, конечно, ваш любимый здесь. Вот он как наблюдал за всем, что мы делали. И облизывался. На улице вообще красота невероятная. Солнышко. Мороз. Но мы отправляем все наши это блюда в духовку. И потом я вам покажу, что из него получилось. Ну вот, что у нас получилось. Вот эта рыбка там. Не смогу дождаться ужина. Сейчас я попробую. И маленько вам скажу, что там получилось. Так, на старт. Внимание. Марш. Невероятно вкусно. Вот это да. На правую матчу. Кусочек. Ей тоже понравился. Ну вот так. Такой рецепт. У нас продолжается. Зима и красота. Так что приятного вам аппетита. Зима и красота. Субтитры сделал DimaTorzok.